Привет, друзья! 1 апреля вышла новая игра от People Can Fly и Square Enix, и в этом видео я поделюсь своими первыми впечатлениями от игры и своим опытом поиграв в нее как на Xbox Series X, так и на Xbox Series S, и постараюсь показать и рассказать, насколько большая разница в графике между двумя системами, и в целом, как она играется на обеих консолях. Приятного просмотра! А перед началом видео я буду дико признателен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Я всегда стараюсь делать актуальный и интересный контент по бренду Xbox. Спасибо! Итак, что могу сказать про саму игру? Я много в нее не наиграл пока что в данный момент, поэтому по первым впечатлениям в целом могу сказать, что она мне напомнила связку Gears of War, Destiny и Division. Вот Gears of War и Division тут механика стрельбы и перекатов, открытия к укрытию, хотя в более простой и легкой форме в Gears of War намного больше механики, намного лучше стрельба, ну как по мне. Если так можно сказать, то это о Gears и на минималках, да, в плане боевой системы. В то время как о Destiny тут интерфейс, прокачка, лутерная составляющая и применение способностей в зависимости от класса, что делает игровой процесс более разнообразным и интересным. Но опять же, я в Destiny много не играл, но первые мои впечатления именно такие. И я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Ведь на самом деле достаточно интересно наблюдать за симбиозом таких игр, как Gears, Division и Destiny в Outriders. И могу сказать, что игрушка реально затягивает и играется в целом бодро. А сюжетная завязка вообще удивила. В какой-то момент я тупо не ожидал такого поворота событий в начале, и у меня в первые же полчаса даже слегка челюсть отвисла от происходящего. Но знаете, это тот самый случай, когда игра не производит абсолютно никакого впечатления в первые же там минуты и выглядит дешево. Но все-таки в первые же полчаса она способна тебя удивить, по крайней мере сюжетом. Хотя геймплей тоже неплох, стоит признать. И на самом деле в игре даже встречаются достаточно забавные случайные события и побочные квесты, по типу вот этого. Да, а ты топчешь! Повсюду кровь и кишки! Кто-то должен тебя защищать! А я кланяю тебе за это должна! Целую ноги за то, что позволил быть с тобой! Я тебя из борделя вытащу! Капелька благодарности будет кстати! Благодарности? А сколько раз я на тебя скатала? А взамен вечера! Сколько можно жаловаться? Я думала жить с алюмом будет здорово! Хватит ныть! Ты ноешь и ноешь! Ноешь и ноешь! Я думала, Алик, ну, кланится нам... Это тебя надо спасать? Что это? Кто там? А я откуда знаю? Еще один сраный алюм! С какой стати меня спасать? Стой! Пусть, сука, только попробует подойти! Ну, конечно! Только штаны натяни на свой, тащи за! Еще как натяну! Убедешь! Я тут стримчопы рву! Убираюсь, а ты вечно срешь, сука! Все, не буду вам больше ничего спойлерить. Увидите все сами, если захотите опробовать ее по геймпассу или там купить. Ну и сразу скажу, что вот за 60 или там 70 долларов я бы эту игру точно не купил бы. Так как лутер-шутеры это не особо та тема, за которую я готов отдавать деньги. Но по геймпассу погоняет за милую душу. Кстати, да, она доступна по геймпассу с первого дня, если кто еще не понял. Поэтому обязательно попробуйте, она вполне может зайти вам. Как говорится, тут сам Фил велел. Итак, что касается непосредственно производительности и как она играется на обеих системах, то могу заявить, что в плане стабильности игра работает и там и там почти идеально. На обеих консолях стабильный 60 фпс. И я лично каких-то проседаний чистых кадров не заметил. То есть, в этом плане можно сказать, что версии идентичны. Но что касается непосредственно графики и ее настроек, то тут отличий куда больше, если сравнивать с чистой кадров. Xbox Series X выдает максимально четкую картинку, в принципе, как и во всех остальных оптимизированных играх. Я даже не знаю, к чему тут можно было бы и придраться, ну в рамках конкретно этой игры, само собой. Так-то Outriders не блещет какой-то там выдающейся картинкой. И качество графики тут на порядок, а то и на два порядка хуже, нежели в той же Gears 5, которая вышла в 2019 году. Или даже Gears 4, которая вышла в 2016 году. Хотя игры построены как бы на одном и том же Unreal Engine. И поэтому я и говорю, что в рамках этой игры, с учетом ее бюджета, к версии для Xbox Series X у меня в принципе претензий нет. Картинка четкая, гладкая, можно сказать приятная, хоть и графика далеко не 2021 и даже не 2016 год. И да, кстати, ребят, я буду снимать непосредственно экран телевизора на свой телефон, чтобы вы максимально приближенно видели то, что вижу я своими глазами сидя на диване. Так вот, ситуация на Xbox Series S несколько иная. Я не знаю, какое конкретное разрешение используется на этой консоли, но по ощущениям оно существенно ниже, нежели на Xbox Series X. На 4К телевизоре мне отчетливо видно это. И такое чувство, что даже настройки графики немного хуже. Ну, самую малость, но хуже. Хотя как бы это Unreal Engine, и я не знаю, что в этой игре жрет так много ресурсов на Series S. Особенно с такой графикой. По-хорошему, она должна была работать на S как минимум в 2К и с такими же настройками графики, как на Xbox Series X сейчас. Вообще спокойно. Та же Gears 5 с намного лучшей графикой и гораздо большим количеством эффектов на экране работает в более высоком разрешении на Series S, нежели в Outriders. В Gears реально разница не очень большая между этими двумя консолями, чисто только в разрешении. Тут же разница прям заметна, и я не пойму за счет чего. Но опять же, это если сесть к телевизору прям в упор и всматриваться. Если сесть на расстоянии 1,5-2 метра от 55-дюймового телевизора, то недостатки картинки в Outriders на Xbox Series S по сравнению с Series X бросаются не так сильно и в целом становятся малозаметными. Хотя, конечно, Series X все равно выдает более приятную картинку, даже на расстоянии, если сравнивать там путем мгновенного переключения изображения между консолями. Самым большим отличием между версиями для Xbox Series S и Series X является, наверное, отсутствие эффекта дыма на младшей консоли, что как бы очень странно. Я даже не сразу на это обратил внимание, если честно, и не знаю почему так. Очень сомневаюсь, что Series S не тянет эффект дыма, тем более с такой-то графикой. Скорее всего, разработчики просто тупо не успевали с оптимизацией и отключили этот эффект. Возможно, позже он появится, но это, наверное, самое большое отличие в обеих версиях. И хочу отметить, что контент с разрешением в 1080p на 4K телевизоре выглядит более мыльным, если сравнить этот же 1080p контент на 1080p экране из-за несовпадения пикселей. То есть, если у вас 1080p или даже 2K экран, то картинка будет лучше и четче, чем у меня на телевизоре. Хотя даже на моем 4K мониторе серия S в Outriders выдает более собранную картинку, нежели на моем телевизоре. Это связано с тем, что на мониторе пиксели может и столько же, сколько на телевизоре, но они более плотно расположены. И поэтому даже 1080p контент выглядит четче на таком мониторе. Просто имейте в виду. И хочу сказать, что в других оптимизированных играх под Series S и X, которые я тестировал, разница была меньше. Поэтому стоит понимать, что игра только вышла, и, соответственно, она будет получать патчи, и ситуация наверняка будет меняться в будущем, в лучшую сторону. В каждой конкретной игре нужно смотреть отдельно, так как ситуация на каждой консоли зависит сугубо от оптимизации со стороны разработчиков. И мне лично будет безумно интересно наблюдать за тем, как обе эти консоли будут развиваться и насколько внимательно разработчики будут относиться к версиям своих игр под обе эти системы. В данный момент я могу смело сказать, что к версии для Xbox Series X у меня вообще нет никаких вопросов. В то время как для версии Xbox Series S уделили не так много внимания, как могли бы. Не знаю, с чем это связано, возможно, с нехваткой времени, но, опять же, игра только вышла. Посмотрим, насколько ситуация будет меняться после выхода патчей. В любом случае, графика в рамках этой игры на Series S все равно достойная и играется вполне приятно и круто. Могу сказать, что даже сейчас и конкретно в этой игре консоль опрадывает те деньги, которые за нее просят. Особенно с тем учетом, что с помощью геймпасса вы можете играть на этой консоли в эту игру в день релиза. Ну а серия X это просто бескомпромиссный вариант за свои деньги. В общем, вот такое видео и вот такие мои впечатления. Ну а пока пишите, на чем вы играете, как вам производительность и как вам игра в целом. Делите своими эмоциями и своим опытом с другими в комментариях. Возможно, вы поможете сделать кому-то правильный выбор при выборе консоли. Еще раз, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Ну а кто захочет поддержать канал, я буду рад вас видеть у себя на Патреоне. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok